Доброе утро! На 12-м канале Час новостей. В студии Дарья Шадрина. Смотрите в этом выпуске. Будут судить за щедрость. Текст чиновника Аркадия Соловьева обвиняют в том, что он передал в пользование компании участок в полторы тысячи раз больше положенного. Во сколько оценивают ущерб? Совершили почти невозможное. Было просто здорово увидеть, как шайба влетает в сетку. Омский авангард наконец размочил счет и вернул серию в Омск. И куют историю своими руками. Называли по народу секира, но по армейскому бердыш. Очень эффективная для обороны. В Таре заработал клуб военно-исторической реконструкции. В Омской области объявили высокий и желтый уровень террористической опасности. В регионе продолжаются учения. В связи с этим правоохранителями и органами власти принимаются дополнительные меры безопасности. Жителям региона рекомендуется по возможности не посещать места массового пребывания людей. Также необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и предоставлять их для проверки по первому требованию сотрудников правоохранительных органов. Рекомендуется обращать внимание на расположенные запасных выходов и указатели пути эвакуации. Следует воздержаться от передвижения с крупногабаритными сумками, рюкзаками и чемоданами. Мечам также необходимо придумать план действий в чрезвычайной ситуации. Определить место, где вы сможете встретиться с членами вашей семьи в экстренном случае. И удостовериться, что у всех членов семьи есть номера телефонов других родственников и экстренных служб, которые вы видите на своих экранах. Каким будет летний сезон 2017-го и готовы ли омские спасатели к засушливому лету? Подготовку к пожароопасному периоду в эти минуты обсуждают специалисты регионального МЧС. В Крутинском районе сегодня проходит расширенное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям правительства Омской области. Участие в нем принимают представители главного управления лесного хозяйства, специалисты МЧС и других ведомств, задействованных в ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами, а также главы муниципальных районов. Причем обсуждения выйдут за рамки теории, в регионе пройдут и учения. В ходе практической части отработают четыре водные ситуации. Природный пожар, горение стерни и соломы на землях сельхозназначения, переход природного пожара с полей на лес и угрозы перехода лесного пожара на поселки и города. В Омске будут судить экс-чиновника, нанесшего ущерб в 70 миллионов рублей городскому бюджету. Бывший руководитель главного управления по земельным ресурсам обвиняется в превышении должностных полномочий. По информации Следственного комитета, в феврале 2013 года Соловьев предоставил в собственность частной компании земельный участок на левобережье площадью более 250 тысяч квадратных метров. В то время как максимальный размер участка, который он имел право предоставить, был в полторы тысячи раз меньше, всего 176 квадратных метров. Столь невиданную щедрость Соловьев объяснил тем, что практика, существующая в земельном законодательстве, это позволяет. Но в прокуратуре с этим не согласились. По мнению следователей, омскому бюджету был причинен ущерб в 70 миллионов рублей. В отношении Соловьева возбудили уголовное дело, от должности чиновника отстранили, а лишнюю землю через суд обязали вернуть городу. Дальнейшую судьбу щедрого чиновника решит Центральный районный суд Омска. Уже сегодня одним постоянным затором в городе станет меньше. На перекрестке улиц Багратиона 4-й Челюскинцев перенастроят светофор. Для автомобилистов, которые двигаются по улице 4-й Челюскинцев, зеленый будет гореть теперь дольше. Такой режим работы будет включаться в часы пик. Добавлю, что сейчас многие автолюбители жалуются на заторы. В дневное время по улице 4-й Челюскинцев часто собирается пробка длиной в 400 метров. И выстраивается она до остановки 21-я Амурская. Заменить ежемесячными выплатами могут материнский капитал. С таким предложением выступил член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Выстрецов и председатель национального родительского комитета Ирина Волынец. По их мнению, систему материнского капитала нужно менять. Как вариант, депутаты предлагают ежемесячные выплаты. Так, за одного ребенка предлагают назначать пособие в размере 3 тысяч рублей, на двоих детей 8 тысяч и за троих 15 тысяч рублей в месяц. Предполагается, что эти пособия будут выплачиваться до достижения детьми совершеннолетия. 23 марта предложение обсудят на круглом столе в Государственной Думе. Напомню, что сейчас размер материнского капитала составляет 453 тысячи рублей. Не торопятся сдавать ЕГЭ досрочно. Количество учеников, которые хотят написать единый госэкзамен заранее, с каждым годом снижается. К примеру, в этом учебном году на досрочный этап записалось лишь 18 выпускников, хотя еще 3-4 года назад число досрочников находило до 300 человек. В основном писать заранее экзамены будут выпускники прошлых лет и студенты колледжа и ПТО. Всего их в этом году 424 человека. Как поясняют в региональном министерстве образования, снижение количества учеников, которые хотят досрочно написать экзамен, связано с тем, что проведение госэкзаменов становится все прозрачнее и объективнее. Год от года это количество незначительно снижается. Это связано прежде всего с тем, что выпускники понимают то, что экзамен становится более прозрачным, он стал объективным и происходит по честным критериям и правилам. И на досрочные этапы стоят только лишь те, у кого действительно есть веские причины и обстоятельства, которые им помешают принимать участие в основном этапе. Вот в этом году таких 18 человек все не подтвердили эти причины и будут участвовать в досрочном этапе. В этом году досрочный этап сдачи ЭГЭ стартует 23 марта и продлится до 14 апреля. Начнется он с проведения экзаменов по географии и информатике. Во время досрочного этапа сдачи ЭГЭ будут работать два пункта приема экзамена в школе номер 150 и в лицее номер 43. Пускники, получившие неуды по двум обязательным учебным предметам, это русский язык и математика, смогут пересдать экзамен в сентябре. Проявили характер и размочили счет в серии. Авангард на выезде одержал первую победу над казанским Акбарсом. Старт третьего матча четвертьфинальной серии обескуражил омских болельщиков. За первые 20 минут ворота Фурха казанцы поразили трижды отыграть. Ястребы смогли только одну шайбу. Ворота Эмиля Гарипова распечатал Язубов. Этот гол стал для него первым в нынешнем плей-оффе. Часть у омских фанатов не последним. Со счетом 3-1 игроки ушли на перерыв, а часть омских болельщиков предпочла выключить телевизоры. И пропустила самое интересное. Собрав волю в кулак, игроки Авангарда пошли в атаку. Во второй 20 минутке, реализуя большинство, оформившие дубль Язубов, до минимума сократил разницу в счете. Третью шайбу также в большинстве забросил Валентин Пьянов и перевел матч в овертайм. В котором удача вновь улыбнулась с авангарду победной шайбы на счету Дэвида Бута. Хорошо сыграл Лемтюгов, который перевел шайбу на Медведева. А тот не опустил голову и нашел меня у ворот. Было просто здорово увидеть, как шайба влетает в сетку. Мы не уходили от борьбы. Были готовы хорошо физически. Были готовы бороться. Именно так эти матчи и проходят. Шайба в шайбу. Равные команды получают преимущество в схожих ситуациях. И очень важно, что мы бросили все силы на концовку и добились успеха. Следующую игру серии соперники проведут уже завтра в Казани. Удастся ли мячам закрепить успех? Смотрите в прямом эфире 12 канала. Начало трансляции в 21.55 по омскому времени. Готовится покорять слушателей со всей страны. Мяч Юра Максименко, в который прошел этапы слепых прослушиваний в шоу «Голос дети», готовится ко второму этапу выступлением на вылет. Участников разделят на творческие группы по три человека. Им предстоит исполнить песню, предложенную наставником. Что выберет Дима Билан для Юры, пока юному певцу неизвестно. Как и дата проведения следующего этапа конкурса. В Москву он полетит вместе с семьей и педагогом. Как готовится певец к самому волнительному выступлению в нашем сюжете? Стиви Уандер, Майкл Джексон и Николай Носков в плейлисте «Семилетнего певца Юры Максименкова. Только серьезные исполнители». Юра и сам мечтает о великой музыкальной карьере. И первый шаг сделан. Чтобы попасть на шоу «Голос», пришлось пойти тернистым путем многочисленных кастингов. Сначала из 6000 видеозаявок выбрали только 600 исполнителей. Из них отобрали участников слепого прослушивания. И, наконец, в феврале, после выступления на большой сцене, долгожданный разворот кресла наставников. Ой, сволочь! Как раз к Билану. К Билану хотел? Да. Это была твоя мечта? Моя мечта с самого детства. А почему? Потому что он прикольный. Он еще прыгает вот так. И еще он зажигательный. Если мне педагог сказал войти на голос, то значит, я собрался и пошел. Потому что я сам этого хотел. Юра родился в музыкальной семье. Его папа – гитарист, а бабушка – дедушка – пианисты. Когда исполнилось три года, стало понятно, что любовь к музыке передалась по наследству. Поэтому и участие в известном шоу было мечтой семейной. Мы с самого первого сезона, во-первых, его смотрим. Мы все болеем, все с семьей. И как-то я помню, в один вечер мы сидим все. Вот было бы классно, если бы Юра бы там побывал. Ну и сам Юра, соответственно, он тоже следил. И он очень фанат был этого всего процесса, этого проекта. Подать заявку на конкурс – идея педагога. Улыбчивый и веселый парень, от которого нельзя было оторвать взгляд, вспоминает первую встречу Инна Алексеевна. Но на ее уроках Юра перевоплощается в сосредоточенного молодого человека. Смех и шутки в сторону. Голосу готовились серьезно. В день по четыре часа занятий с педагогом, а дома – репетиции с папой. Он хватает все моментально. Очень быстро, очень с охотой, с такой жаждой. У него глаза на уроке все время горят. И меня это, конечно, подстегивает тоже. Видеть такое отношение ребенка, что его все интересует. Песня, которую Юра будет петь в следующем этапе, пока неизвестна. Сейчас он репетирует любимые произведения и каждый день делает своеобразную зарядку для голоса. Поет утром и вечером. Следующий этап – поединки. Начнется после того, как наставники соберут команды. Участников разделят на тройки, дальше пройдет только один. И как знать, может, это будет Юра Максименков. Мария Седнева, Татьяна Денисова, Вячеслав Лысенко, 12 канал. Хватит историю своими руками. В Таре заработал клуб военно-исторической реконструкции. Теперь посетители могут сыграть в исторические игры, причем облачившись в доспехи Древней Руси. Здесь же изготавливают макеты оружия. От тех времен изучают памятные даты российского государства. Никита Смирнов прикоснулся к истории и выяснил, что используют в реконструкции сражения времен Ивана Грозного тарские умельцы. Методист Тарского историко-краеведческого музея, представитель клуба «Служилые люди Сибири» Алексей Бахтин в буквальном смысле решил ковать историю для жителей северных районов региона. Тара – один из древнейших городов Омской области, да еще и с богатой историей. Как нельзя лучше подошла для этих целей. В коллекции местного музея есть подлинные предметы прошлых столетий, части оружия. Например, вот это ядро от пушки, найдено в Тарском районе. А теперь можно полностью окунуться в эпоху Ивана Грозного и своими руками сделать кольчугу из тысяч колец. Секиру или саблю теперь сможет каждый желающий. Называли по народу секира, но по армейскому бердыш. То есть очень эффективная для обороны. На самом деле очень боялись, особенно польской конницы. Свою роду как копье выставляло вперед и разрубало. Первая участница клуба Наталья Мерякова год назад побывала на историческом представлении в другом городе. Тогда девушка подумала, вот бы в Таре такое организовать. Мысль оказалась материальной. Меня привлекли в первую очередь костюмы. Мне нравятся все старинные костюмы, стиль этот. В общем, меня привлекли костюмы. Ну и само действие. Осада города, быт их. Всё это мне очень понравилось. Теперь клуб ищет единомышленников. Тех, кто хочет больше узнать историю Древней Руси или шить национальный костюм. Отважным даже дадут пострелять. Правда, здесь действуют ограничения по возрасту. Оружие дадут только тем, кому исполнилось 14 лет. Никита Смирнов, Анастасия Копейкина, Вячеслав Кущанов, 12 канал. Все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно на нашем сайте 12канал.ру. Там же мы выкладываем полные выпуски программы «Час новостей». Впереди ещё прогноз погоды. Реклама будет короткой. Омск Сайдинг Инвест. Акция при покупке профнастила. Уголок и саморезы бесплатно. Для тех, кто всегда у руля. Для тех, кто ставит задачи и принимает решения. Для самых главных людей на Земле. 15% годовых. Выдающийся кредит для выдающихся людей. Банк Восточный. Смотри чётче. Переходи на HD. Телекарта дарит своим абонентам уникальную возможность заменить устаревшие приёмники на современные. Новый HD-приёмник и год бесплатного просмотра пакета «Безлимитный» всего за 3600 рублей. Подробности на телекарта.тв. Телекарта. Смотри, не переплачивай. За что мы любим низкоцен? Да вы только посмотрите на их цены! Печенье овсяное «Кухмастер» 79 рублей за килограмм. Ветчина «Венеция» 145 рублей за полкило. Смесь сушёных фруктов 159 рублей за килограмм. Низкоцен называетский наш любимый магазин! По здоровью есть вопросы. 48 38 38. О погоде спонсор прогноза «Омский государственный цирк». Здесь с 18 марта стартует уникальное представление «Империя львиц». Сегодня 14 марта по области в Омске пасмурно, снег, температура воздуха в районах днём. Минус 4, минус 7, в Омске минус 2 градуса. Ветер северо-западный 4 метра в секунду, атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. С 18 марта в Омском цирке «Империя львиц» под управлением известного трассировщика Виталия Смоленца. На этом пока всё. Далее смотрите программу Владимира Казанина «Управдом». До встречи в 14 часов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова